Здравствуйте! Меня зовут Ира Ливанчук и я живу в деревне. Я сегодня буду высаживать супер-дупер гигантский лук, выращенный мной из семян, который я купила на Алиэкспресс. Взяла грядочку, не очень хорошую, хотела бы, конечно, получше, чтобы была почва получше. Но какая была, какая осталась, еще что-то много, что нужно сажать, а у меня уже заканчивается земля 11 соток. Поэтому взяла вот грядочку эту, на которой еще и посеяно какая-то красивая яблоня с красными листочками. Очень декоративная такая, посеянная просто яблочками. Ко мне приезжал мой друг, ученый агроном, и мы осенью это посадили. И он, если узнает, будет меня ругать, потому что я сюда же буду сажать лук, но через ряд. Но, надеюсь, он не увидит это видео, у него нет ютуба. И я его показывать не буду. Вот эти корешки. А вот написано, кстати, написано... А-а-а! Вот я нашла сорт. Это Алси Крейг. Или Элси Грейг. Крейг. Вот примерно так. Он похож на экзибишн лук. Я, конечно, не надеялась. У меня семена очень плохо с Алиэкспресс зашляют. Это вот такой вот вырос немного, но прям вот ух ты! Какой хороший! Хоть сейчас кушай! Смотрите, его даже можно кушать сейчас. Но что больше... Опа! Покажу просто поближе вам. Сейчас я даже наведу. Смотрите. Очень большой. С мизинец. Вот с мизинец, смотрите. Примерно с мизинец толщина. Так, ну что его делать нужно? Все-таки его нужно весь... Конечно, чуть-чуть повредилась корневая система. Его нужно весь вынуть. Здесь очень хорошая земля. Я тоже ее использую для улучшения. Очень хорошая почва. Буду использовать для улучшения этой. Потому что, конечно, здесь эту грядку я не копала. Я просто ее немножко проборонила. И потом плоскорезом сделала бороздки. Видите, какие корешочки хорошие? Удивительно. Если хороший лук вырастет, я по этому же адресу тоже еще раз закажу эти семена. Две пачки. На Алиэкспресс семена недорогие. И поэтому можно будет заказать две пачки. Я вот очень довольна... Пока на сегодняшний момент я довольна, какой он вырос. Ну вот покажу, а потом отвлекать не буду. Вот смотрите. Корневую систему немножко подрезать можно. Вот так вот можно подрезать. Этого достаточно будет. чтобы они не загибались, корешки. Ну а здесь... Наверное, вот так вот что ли обрежу. Жалко, ведь это... Ведь могут они... Может вода заливаться туда. Ну вот этот ладно обрежу. Это может не надо. Я, наверное, не буду обрезать. Попробую. Да, поднесу. Вот смотрите. Вот так положила на бочок в бороздку. Сейчас я присыплю хорошей земелькой. И буду, конечно, вот подсыпать такую хорошую почву присыплю. Забывайте, у меня же учили меня, что нужно говорить не земля, а почва. Вот, присыпаю хорошей почвой. Потом полью и засыплю еще посильнее. Все-таки хочу показать одну особенность. Вот у тех луковиц, которые... Вот я уже, конечно, закопала их. Вот, например, большая-большая ботва была, длинная-предлинная. Там луковица как-то не сформирована, похожа на лук-порей луковица. А здесь, где ботва не очень большая, смотрите, она совсем маленькая. Здесь вот такая четко выраженная, сформированная луковичка уже маленькая есть. Вот, прямо видно, да? Вот, это... В принципе, в одной плошке они были. И как кормила, не кормила, и от этого не зависит. Но все-таки вот, это... Или вершки, или корешки все-таки вырастают. Вот так вот у меня получилось. Получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, тридцать, семь. У меня семян зашло из пятидесяти. Но все равно неплохо. Результат хороший. Прям экземпляры попадаются очень. Последний рядок вот я посадила совсем из мелочи. Все равно, например, с луком-пореем с моим не сравнить. Так, я поливаю. Так, не очень-то много, потому что сегодня был дождик, и почва у меня влажная. Кроме вот этого чернозема. Чернозем не очень влажный. Поливаю. Еще раз петух мой раскукарикулся. Еще раз вот такой вот сухой почвой просыплю, чтобы влага сильно не испарялась. Надо под эти... Чтобы не попадало под перышки. Потом же они встанут все равно. Вот так незатейливо я закрыла его. На пару-тройку дней 17-го мороза переживем. Еще накрою прямо перед ночью чем-нибудь еще поплотнее. Ну, а потом сниму. Не знаю, буду следить за погодой. И покажу осенью результат. Может быть, промежуточный какой-нибудь покажу. Так, ну и чтобы кадр не остался на той картинке, на неприглядной, покажу вам мой многоярусный лук, который я посадила под зиму. Это 15-го мая у нас в Сибири. Вот он вот так вот выглядит сейчас. Я к нему еще не подходила. Вон сорняки уже полезли. Просто в бороздки насыпали. Знаете, когда мы это сделали? Мы это сделали 10-го октября... Или в конце октября, или в середине октября. Мы это сделали, когда был снег. Мы разгребли просто снег, вот с Анатолием Александровичем, и насыпали этот лук. И он вот отлично себя чувствует. Он многоярусный, он безумно вкусный, сочный, и это бы не подружка подарила его. Вот так. Ну все, кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, заходите почаще в гости. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok